Эмма Раббе Роберто Матеус Роберто Мол Даниэль Луго и другие Королева Сердец Автор сценария Умберто Кико Оливьери Марко Тулио Сокорро Я поссорилась с Адриану из-за этой Аниты Этого не хватало Представь себе, он тоже не верит, что это Анита убила Даяну Конечно, ведь Анита так хорошо притворяется Кто поверит, что она в чем-то виновата Она ухаживает за ребенком Хульетты Меняет ему подгузники, поет колыбельные Она заняла место Хульетты даже в сердцах ее родителей Но Адрианна считает, что ты выдумала все это из-за ревности Что? Честно говоря, я тоже так подумала Да нет, что вы Не буду отрицать, в какой-то момент я чувствовала ревность Но неужели я могу из ревности обвинить человека в убийстве? Я же не сумасшедшая Значит, получается, что Анита способна сыграть такую шутку с Хульеттой Анита ведь тоже не сумасшедшая, брось Конечно, нет Просто она напугана до смерти, поэтому предпочитает молчать Но разве справедливо, что Хульетта расплачивается за преступление, которого не совершала? Конечно А, добрый вечер Добрый вечер, отец Сервильо Я искал вас, чтобы вы развеснили мне один вопрос, который очень меня беспокоит Какой вопрос, падре? Очень простой Расскажите, что вам известно об Аните? Возьми его, Северина И отнеси в кроватку А я пока приготовлю Анисовый чай Чтобы у него животик перестал болеть Я открою Красавец мой Падре Как ты, Анита? Можно войти? Конечно Вы пришли поговорить с Федерико о крещении ребенка? Нет Я пришел поговорить с тобой о твоей исповеди Не понимаю А что особенного в моей исповеди? Анита, ты станешь крестной ребенка, чья мать сидит в тюрьме И, возможно, вынесенный ей приговор несправедлив Скажи честно Ты сказала мне правду или что-то утаило? Скажи Вы не имеете права сомневаться во мне Я хочу, чтобы ты сказала мне правду А я сохраню тайну исповеди Ответь Ты имеешь какое-то отношение к смерти Даяны Дэндуэса? Как бы горько сейчас нам ни было Мы должны сохранять ясную голову и смотреть правде в глаза А правда такова Федерико Хульетта выйдет из тюрьмы только через 15 лет Но, возможно, ей смягчат приговор, папа Сеньора Вертудес не собирается отступать И Ромир Вегас говорит то же самое Это все бесполезно, Федерико Посмотри правде в глаза Судья отказывается пересматривать дело И знаешь почему? У него нет для этого оснований, нет другого подозреваемого По делу проходил только один свидетель Луиса Эленан Дэндуэса И она дала показания в пользу обвинения Заявив, что поймала Хульетту с поличным Но Хульетта невиновна Я знаю, что сейчас мы ничем не можем это доказать Но я знаю, что это так Знаю Мы с Вертудес тоже это знаем Мы чувствуем, именно чувствуем, что она невиновна Мы любим ее Она наша дочь, но правосудие слепо Для него Она виновна Значит, мы больше не сможем ничего сделать? О, Господи, нет По-вашему, я могу убить человека? Я не способна на это Никто этого не говорил Но Марианелли, Сусанна и Симона так считают Это они внушили вам эту мысль? Да, верно Я говорил с ними Падро, я не способна причинить кому-либо зло Я не способна на убийство Согласен Согласен Но, возможно, это был несчастный случай Как часто мы причиняем зло друг другу, сами того не желая? Плохо то, что вину за это, за все свои ошибки Мы перекладываем на плечи других Не понимаю, почему вы мне говорите все это? Что вы от меня хотите? Подумай о Хульетте У нее вся жизнь впереди Но все ее мечты рухнули Она даже своего ребенка не может растить, как положено Разве это правильно? Не твое ли молчание является причиной этой трагедии? Хорошо вас, Падро Хорошо, хорошо Только скажи мне одну вещь, дочь моя Перед крещением ребенка тебе придется причаститься Так ответь Ты сможешь предстать перед Богом с чистой совестью и чистыми руками Скажи мне правду, дочь моя Для своего же блага И для блага всех нас Ответь мне Сантьяго Прости меня Прошу тебя Ты должен меня понять Скажи, наконец, что ты сделала Ты знаешь, я всегда любила тебя Все время, что мы с тобой знакомы Я полюбила тебя с первого взгляда Я всегда была с тобой и в радости, и в горести Я очень люблю тебя, Сантьяго Я знаю это, я помню Я этого не забыл, Миссалина, но скажи, в чем ты хочешь признаться? Знаешь Возможно, ты никогда не понимал этого Потому что ты мужчина Но мне всегда хотелось иметь от тебя ребенка Я хотела этого больше всего на свете Для меня это было даже важнее, чем быть с тобой Если бы у меня был от тебя ребенок Ты всегда оставался бы со мной, даже если бы мы расстались Ведь так? У меня нет времени, Миссалина Сантьяго Ты знаешь, что этот ребенок родился бы на свет Если бы не Марлена Я хотела этого ребенка больше всего на свете Поэтому я и сделала это Так что же ты сделала, Миссалина? Сантьяго Это я украла твоего ребенка Я Дело в том, Марлен, что Сантьяго мне солгал И я теперь не знаю, что и думать Возможно, он взял их по ошибке Хорошо бы, но я в этом сомневаюсь Он сказал, что это его личные бумаги Но я увидел у него в руках папку с запретами на строительство Вот поэтому я и думаю, что это ошибка Но если нет, то все это очень серьезно Ведь если документы потеряются, получится, что никаких запретов не существует Как будто мэрия это пустое место Ну что вы, Хувенал Неужели вы думаете, что Сантьяго пошел на незаконную сделку? Нет, Марлена, я этого не говорил Что ты? Но все это очень странно, верно? Сантьяго мне как родной Я не хочу, чтобы об этом стало известно Иначе представляешь, какой будет скандал Я рассказал тебе об этом, потому что Ты его жена Я сама ничего не понимаю Ты говорила с ним, Марлена? Нет Так поговори Может быть, он тебе что-то расскажет Не просите, мы с Сантьяго расстались И собираемся разводиться Марлена Но кто-то должен с ним поговорить Кто-нибудь очень близкий ему Ты же видишь, что даже мне он солгал Ладно Раз нет другого выхода Исабелла, подойдите сюда, пожалуйста Слушай, сеньора Исабелла, разрешите сеньора Пороса И скажите ему, что я хочу поговорить с ним Хорошо Ты даже не представляешь, что ты натворил, Мисс Алина Где девочка? Я оставила ее Стебурти и Олеху И я понятия не имела, что ее могут украсть оттуда Клянусь тебе, я не ожидала этого Будь ты проклята Я только хотела отомстить ей, чтобы она страдала, как пришлось И мне страдать, потому что никто не представляет, что я пережила Я лишь хотела отомстить ей, клянусь Потеря ребенка сделала меня другим человеком Я точно обезумела У меня была невыносима мысль, что у нее будет то, что она отняла у меня Я не могла этого вынести А как же я? Она лишила меня ребенка А как же я, Мисс Алина? О тебе я не думала, я вообще ни о ком и ни о чем не думала Я готов убить тебя, убить Убей, если хочешь Все равно моя жизнь уже ничего не стоит Убирайся отсюда Нет Убирайся, Мисс Алина, вон отсюда Нет, прошу тебя, не надо Я знаю, это я во всем виноват Но, пожалуйста, позволь мне помочь тебе Я хочу найти твою дочь, я готова на все, только бы она нашлась Прошу тебя, Сантьяго, прости меня Прости Прошу тебя Простить тебя? Как ты осмеливаешься просить у меня прощения? Мисс Алина, как ты смеешь? Ты не заслуживаешь этого Ты заслуживаешь смерти, но это было бы слишком просто Живи И каждую минуту своей жизни расплачивайся за то, что ты со мной сделала Да что это с ними? Как они могут говорить о тебе такое? Это ни в какие ворота не лезет, просто кошмар какой-то Не сердитесь, сеньора Вертудас Как мне не сердиться? Если они клещут на тебя и смешивают тебя с грязью Тебя, ангела доброты Я же видела, как ты отдаешь душу моему внуку Холио Федерико Как ты ухаживаешь за ним Только злобные люди могут говорить такое Не обращайте внимания, меня это не волнует А меня волнует, потому что я видела, как самоотверженно ты ухаживаешь за моим внуком Вот поэтому я очень сердита на этих девочек И на царь Сервильо Надо совсем свихнуться, чтобы слушать этих бесстыдниц Я им все скажу Вот сейчас пойду и скажу Не надо, умоляю вас Нет, они у меня узнают Я скажу им все, что думаю о них Боже Королева сердец Сеньор Порос отказался прийти Он был довольно резок, сеньора И сказал, что ему не о чем с вами разговаривать Вы сказали ему про документы? Да Но он сказал, что не собирается отчитываться перед вами Я так и думала Ладно, я сама уложу эту проблему с документами Здравствуйте Привет, Херман Проходи Исабелла Мне надо поговорить с тобой Хотя я слышал, твой секретарь никого к тебе не пускает Что это значит, Исабелла? Дело в том, что сюда приходила сеньора Каталина Де Антуэсса А поскольку она не была записана, я не решилась пустить ее Сеньора Каталина моя лучшая подруга Она может приходить, когда хочет Я приму ее в любой момент А теперь возьмите эти документы, они уже подписаны И дайте им ход Конечно, сию минуту Извините Я говорил с Сантьяго Он заходил ко мне недавно Он очень рискует, но говорит, что обязательно спасет вашу дочь Но как? Что он намерен делать? Почему ты сказал, что он очень рискует? Он вступил в секту, и это может стоить ему жизни Сбрось свою одежду И отбрось все, что связывает тебя с прежней жизнью Повторяй за мной Отпустите меня Отпустите Я же сказала, отпустите В чем дело? Она окрутилась там наверху? Сантьяго? Эта женщина пришла с тобой? Нет Тогда как она попала сюда? Я не знаю, я не имею к ней никакого отношения Ты пришла с ним? Я же сказал, что я тут ни при чем Тем лучше для тебя, потому что, как ты сам понимаешь, живой она отсюда не выйдет Делайте с ней, что хотите Ты сам это сделаешь Как сын предателя, ты находишься на низшей ступени нашего общества Хотя твоя дочь и избрана, чтобы править нами Ты каждую минуту должен бороться за право жить среди нас Я готов на все Хорошо Тогда ты сможешь доказать это А во время церемонии коронации твоей дочери Ты собственноручно убьешь эту женщину Церемониальным кинжалом Ты сделаешь это Ты принесешь ее в жертву Да Сделаю Сантьего сошел с ума? Это же все равно, что сунуть голову в волчью пасть Он хочет завоевать их доверие Пока они подвергают его испытаниям А потом он выберет в удобный момент и сбежит с девочкой Но это же очень опасно Ведь если его разоблачат, они убьют либо малышку, либо его Сантьего не справится один Он должен был обратиться за помощью, сказать об этом мне Я мобилизую полицию, военных Пусть он только скажет, где они находятся Его нельзя оставлять одного Нет, нет Как раз этого он и не хочет Если кто-то вмешается в этом заподозрить Сантьего И тогда они могут что-то сделать с вашей дочерью Это безумие, Херман Марлена Никому ничего не говори У них повсюду свои люди Мы не знаем, кто с ними, а кто нет Лучше не рисковать Раз другого выхода нет, я буду ждать И буду молить Господа Чтобы Сантьего действовал осмотрительно Сантьего, что здесь происходит, кто эти люди? Я к тебе обращаюсь Сантьего Эта женщина все время зовет тебя Пусть ее уведут Я не имею к ней никакого отношения Скажи ей об этом сам Что ты здесь делаешь? Замолчи Не ты здесь задаешь вопросы Как ты пришла сюда? Я следила за тобой Кто еще был с тобой? Кто-нибудь знает, что ты здесь? Никто, клянусь Никто и не узнает Потому что ты не выйдешь отсюда Что происходит? Что ты здесь делаешь? Кто эти люди? Ты не можешь так поступить со мной Заприте ее Нет Прошу тебя, объясни, что здесь происходит Нет, Сантьего Отпустите меня Отпустите Благодатная Мария, Господь с тобою Благословенна ты В женах Благословен плод чрева твоего Да благословит вас Господь, Отец Бариентас Наконец-то Я приехал, как только смог, сестра Как она? Плохо Врачи говорят, что ее может спасти лишь чудо Возможно, разговор с вами Это единственное, что нужно ее душе Чтобы почить с миром Я здесь, Сара Падре Я чувствую, как с каждой секунды из меня уходит жизнь Теперь я знаю, что значит Испытывать страх Ужас Не покидайте меня Не покидайте, Падре Помогите мне Прошу вас Помогите Сара Сара Выслушайте меня Я слушаю тебя Я слушаю тебя, Сара Я здесь, чтобы помочь тебе обрести душевный покой Я видела смерть Я чувствовала ее холод Мне страшно Мне страшно Очень Страшно Меня обманывали С детства С детства Мне говорили Что этого Никогда не произойдет Я вообразила себя Всесильной Непобедимой Бессмертной Я сделала Столько Зла Ты раскаиваешься, Сара Да Этот груз Не дает мне Ни жить Ни умереть Ты крещеная, Сара Только Только Кровью Сара, ты хочешь принять крещение и получить прощение Господа? Да Да, Падре Я не хочу так умирать Помогите мне Никогда не поздно приблизиться к Господу, Сара Прошу вас, сестра, принесите мне святой воды Ты должен понять, что обратной дороги нет Ты вручаешь нам свою душу и свою жизнь Поэтому любое сомнение Любое непослушание будет считаться предательством и будет караться смертью Ты готов идти вперед? Отвечай Да, готов Крещение сделает тебя христианкой, ты будешь принадлежать к Церкви Христовой Ты готова к этому? Да Ты отказываешься от Сатаны, Сара? Да Ты отвергаешь его соблазны и коварные замыслы? Нет Я никогда не предам Пятиконечную Звезду Ты отвергаешь любую веру, чуждую нашу? Да Ты клянешься больше всего на свете любить Господа и Сына Его, и Иисуса, который умер за тебя на кресте Да, клянусь Да, клянусь Ты клянешься защищать своей жизнью тайные замыслы нашей королевы? Да Клянусь Тогда приготовься принять крещение кровью, которую даст тебе один из нас Святая вода нашей Матери Церкви очистит твою душу от первородного греха Во имя Отца, Сына и Святого Духа Ты крещена, как Сарапаис Добро пожаловать в Царство Божье Добро пожаловать в Царство Тьмы Бездна рождает бездну Теперь Ты принадлежишь нам Свет рождает свет Ты свободна, Сар Спасибо, Падре Спасибо Победа Или смерть Теперь Ты один из нас Братья С сегодняшнего дня Нас стало на одного больше Давайте поприветствуем его В этом наша победа Ответь на приветствие Привет Посмотри, кто пришел Хулио Федерико Это твой папа Хватит плакать Попроси у папы благословения Да благословит тебя Господь сокровище мое Отнеси его в кроватку Несу Пойдем спать Что такое? Я за тобой За мной? Зачем? Мы должны пойти в церковь Падре Сервиле ждет, чтобы причастить нас Прямо сейчас? Перед крещением всегда причащается И потом, если Падре Сервиле просит прийти сейчас Почему бы и нет? Все наши друзья уже там Ну как? Пойдем? Это прекрасная возможность убедиться в том, что убийца Дайана, она, а не Хульетта Опять ты за свое? Перестань И ты туда же Они-то, значит, и мухи не обидят, а Хульетта убийца Тогда Нет, Симона, я вовсе не обвиняю Хульетту Ты сам убедишься Если Анита солгала отцу Сервиле или просто промолчала С таким грузом на совести, с таким тяжким грехом на душе Она просто не сможет причаститься и проглотить обладку Я знаю, что говорю А по-моему, Адриану прав Ты уперлась, что это Анита виновна в смерти Дайана, и все По-твоему, это справедливо? Да Ты обвиняешь ее только на основании своих подозрений Анита святая, обоих сломонов вместе взятых, а Хульетта пусть пропадает Просто здорово Мы ничего не имеем против Хульетта, Симона Но нельзя обвинять Аниту только для того, чтобы оправдать Хульетту Верно Это так трудно понять Все, я не собираюсь вам повторять одно и то же Сегодня вы убедитесь в том, что я права Добрый день, я принесла Что с вами? Что случилось? Присядьте Вы такая бледная Вам плохо? Не знаю Меня вдруг такая боль пронзила, что даже в глазах потемнело Надо же Успокойтесь и дышите глубже Вам уже легче? Да Ну вот, мне уже лучше Наверное, это от напряжения, я слишком быстро взялась за работу после родов Но это единственный способ побороть отчаяние, которое я испытываю из-за пропажи дочери Не волнуйтесь Не трудись, Господи Ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь, мой Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой Аминь Анита, вставай, Анита, что с тобой? Тебе плохо? Оставьте меня в покое Теперь вы довольны? Оставьте меня в покое За что вы преследуете меня Оставьте меня Вот так Вот увидите, этот чай вам поможет Спасибо, Исапава По-моему, вам не стоит сегодня продолжать работу Вы отдыхаете, а я займусь делами А если возникнет что-то срочное Я зайду к вам Хорошо? Вы очень помогли мне сегодня Еще раз спасибо Не за что Ладно, я пойду В случае чего звоните Я буду в офисе Хорошо, не беспокойтесь До свидания Здравствуйте, падре Проходите, пожалуйста Как ты себя чувствуешь? Как по-вашему, я могу себя чувствовать? Есть какие-нибудь новости? Да, но, к сожалению, не о твоей дочери И что за новости? Марлена, ты немедленно должна поехать со мной Но куда, падре, и зачем? Один умирающий очень нуждается в твоем прощении Господи, должно быть, это кошмар Это не может быть явью Как мне выбраться отсюда? Тихо, это я, Мисс Алина Это я, только не кричи, пожалуйста Что тебе надо? Сантьяго Что ты здесь делаешь? У меня нет времени на объяснение, Мисс Алина Я прошу тебя, помоги мне спасти мою дочь Возьми эту накидку и эту звезду Я дам тебе ключ от камеры Мне нужна твоя помощь, Мисс Алина Я прошу тебя, доверься мне Выходи отсюда Обыщи все углы и постарайся найти Марию Грассию Я прошу тебя, Мисс Алина, пожалуйста Прошу тебя, возьми накидку Возьми ее, Мисс Алина Возьми И звезду тоже Возьми ключ от камеры Господи, Сара Прости меня Сестра Господи, Сара Композитор Франсиско Кабрухас Операторы Игнасио Гонсалес Хуан Гонсалес Продюсер Эрнандо Фария Режиссер Тони Родригес Фильм озвучен телекомпанией НТВ+, по заказу телесети Тенте Режиссер Наталья Пиунова Звукорежиссер Юрий Федоров Перевод Татьяна Манаянкова Текст читали Любовь Германова Александр Дик Александр Белый Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok